Всем привет, с вами Хстрян. И я продолжаю проходить Народную Солянку с Объединённым Паком 2. Это уже девятнадцатая часть, и давайте, пожалуй, начнём. По заданию Петренко, гаусс-пистолет находится в Тёмной Долине на Свиноферме. И давайте, собственно говоря, этот пистолет я вам покажу, где находится. Бали отсюда, пока цел, лошара. Вы чё, охренели, что ли? Вот он, пистолет. И теперь давайте разберёмся с этими ребятками, которые тут очень нелестно отзываются обо мне. Так, сейчас мы тебе световую кинем. Ты же вроде отбежал. Бали отсюда, пока цел, лошара. А то совсем обордел малый. Сейчас я вас быстренько на место поставлю. Сколько тут ещё врагов? Всё? Хм. Интересно. Вали отсюда, пока цел, лошара. Так, а вот это... Так, мужик. Ты, главное, успокойся, всё нормально. Так, ну вот против этого... Лома. Найдём вот такой вот приём. Так. А, вот оно как. Они врагами стали и... Всё ясно. Сейчас пати фу еври боди начнётся, ну-ка. Вали отсюда, пока цел, лошара. Так. Слушай меня внимательно, баклан. Ты слышал историю про Робина Гуда? Нет? А про Джорджа Справедливого? Так вот, твои бабки пошли в пользу бедным. Давай, сталкер, выручай. Только не умри. Так, где я его? Сталкеров аж переполошил. Своим присутствием. Ну, и где он? Достанешь, достанешь обязательно. Блин, а вы чё бегаете? Помогали бы. Вот так-то. Нефиг тут руки свои распускать. Видимо, я в тот раз не всех убил. Стволы, вот. Пришлось за собой немножко дочищать. Так, можно тому... Приборы ствол! Товарищу вот эти стволы. Интересные продать. И теперь давайте отправляться... К Борву. Ну, блин. Так, ещё один где-то, да? Или всё? Так, вроде всё. Тут приключения за приключениями прям. Блин, задолбал этого одяра, но... Альтернативы нет. Может, у кого ликёр или коньяк найдётся. Ладно. Так, дойду уже. Всё равно... Недалеко идти. Сначала найдём ПДА, а потом уже поговорим с Борвом. Собачки забывают. Опа, где-то тут близко они. А, вот они. Ни фига себе там песенки. Так, давайте я покажу вам, где находится этот ПДА. Находится он. Он на той... Железной... Штуковине. Как это штуковина называется? Чё-то я и не помню, но... Короче говоря, вот ПДА. Забираем. Ещё осталось найти документ. Ну, документы мы найдём чутка попозже. А сейчас идём к Борву. Ну, что же ты снова приволок, касатель? Показывай. Так. Здорово, что за дело хочешь провернуть? Ну что, сталкер, нашёл крысюка, ПДА принёс? Короче, сдох твой крыс. ПДА при нём не было, видать, успел заныкать гадёныш. Твою мать, что... Ну что ж, замочили крысюка, туда ему и дорога. Жаль, ПДА пропал. Хотя нет, стой, крысёк перед побегом. Жилой долго тёр чё-то. Может, у него поспрашать? Жилой, говоришь? Ладно, поспрашаю. Ты кто такой? Давай, до свидания. Есть хабар. Пойдёт базар. А ты, касатель, кто-то... А, так, вот. Привет, Жила. Ты в курсе свежих новостей, дружок твой крысок? Коня двинул. Крысёк? Да какой там дружок, земля ему. Тебе чего надо? Да дело есть к тебе по поводу крысёныша. Что ещё за дело? Короче, Бору хочет найти ПДА-крысы. Но тот скопыстился. А ПДА при нём не было. Может, курсанёшь, что к чему? И где теперь его искать? Много чего хочет. Короче, там записаны координаты нескольких мест схронов Борова. Я могу поделиться с тобой этой информацией, если ты мне кое-что началось. А если я тебе шею сверну? Дело не поможет. Сверни. Только это тебе не поможет. ПДА-крысы я в тайном месте заныкал, так что смотри сам. Ладно, я пошутил. Ты посмеялся. Так, что тебе там за кое-что? Кое-что принесёшь. В баре ошивается синяк один, охотник бывший. Так вот, ствол у него уникальный имеется. Он-то мне и нужен. Ладно, поговорю с охотником. Но ничего не обещаю. Нет хабара, нет базара. Господи, смех это дикий. Ладно. Ну что ж, поговорил с Боровым. С жилой. Теперь нужно идти в бар. Говорит с охотником, но об этом чутка позже. А сейчас отправлюсь я, пожалуй, в забытый лес. Дойду до креста и поговорю с ним насчёт колоды карт, которая нужна Кузнецову. Ну а после этого, наверное, пойду на Агропром. Там тоже делишки некоторые имеются. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами в забытом лесу у креста. Так, до креста осталось совсем чуть-чуть. Вот он. Ты же это, ты, родимый. Ну что, давай с тобой поговорим. Успокоил я лесника, видать, лесничем он давно работает. Пару веков, небось. Ну вот ты отправил этого старого хрича на заслуженную пенсию. Раз уж ты здесь, помоги мне ещё в одном деле. Мне не в тяге, что там. Неподалёку отсюда обосновалась одна мамаша-кабаниха со своим приплодом. Она, в общем-то, не агрессивна и проблем не доставляет. Днём рыщат с кабанчиками по лесу. Ночью все вместе мирно спят возле каменных валунов. Всё бы ничего. А вот вчера вечером она вернулась в прогулки только с пятью поросятами. Я точно помню, что утром их было шесть. И это ночью понял, что был прав. Таких визжащих звуков я никогда не слышал. Мамаша несколько часов к ряду хрюкала и ревела, будто звала потерявшегося поросёнка. У меня даже на секунду появилось желание пристрелить её. Короче, выспаться мне опять не удалось. Дело обстоит так. Если мне не найти эту милкую свинку, то его мамаша ещё пару дней будет ходить поблизости и душераздирающей визжать. А этого я просто не вынесу. Этим утром я походил по округе в поисках кабанчика, но никого не обнаружил. Зато встретил парочку крысоволков, пожирающих труп бандита. Мои мирские же создания. Я не успел проверить центральную часть леса. Дальше семейка не ходит. Опасно. Декабанят. Тебе следует сходить туда и поискать потеряшку там. Если не найдёшь его, то не оходи от него далеко, не дальше 15 метров, иначе потеряешь его из виду. И он куда-нибудь убежит. Отведи кабанёнка туда, где обычно гуляет кабанья семейство. Дай-ка ПДА. Поставлю метку на это место. Если на вас нападут мутанты, защити свинку, но сам не задень шальной пулей. Поможешь? Ну не могу же я бросить маленького поросёнка на съедение мутанта. И дал нам хайдрошок. Интересно. Может, тебе мой вопрос покажется странным, но ты не находил тут в лесу игральных карт? Странным является то, что ты про них спросил. Действительно, находил, но только одну. Отгадаешь мои загадки и получишь свою карту. Понимаю, скучно тебе тут одному. Ладно, давай быстрее. Ну слушай. Белый, а не сахар. Холодный, а не лёд. Что это? Мороженое, труп, контролёр, форигитная женщина. Господи, боже мой. Даже до такого дошло. Ну, конечно же, это труп. Первая была простая. Следующая посложнее. Сто одёжек и все без застёжек. Пускай будет бомж, наверное. О, угадал. Так, неплохо. На третий придётся подумать. Он от дедушки ушёл и от бабушки ушёл. Колобок, секс, пенсионный фонд. Не принёс пенсию. Когда я в зону уходил. Ну, пускай будет секс, что ли. Молодчик. И ещё одна. Четыре братца. Под одной крышей стоят. Кто или что это? Ну, если что, это, ну, наверное, мафия. О, следующее. Какое колесо, меньше всего, поворачивается при повороте направо? Запасное. И последнее. Чем больше, тем меньше мы это видим. Что это? Страх, темнота, невидимая химера, туман. Чем больше, тем меньше мы это видим. Ну, в принципе, можно было бы ответить туман. Но мне кажется, что всё-таки темнота. Ух ты, все отгадал. Многие на третьей или четвёртой загадке запинались. Когда я их загадывал, держи твоя карта. Давай. Время только моё тратишь. Ах, ты маленькая арест. Тратишь моё время попусту. Надоел. Мамаша-поросёнка. О, она даже передвигается. Отлично. Искать и надо где-то в центре. Ну что ж, давайте пойдём тогда искать этого поросёночка. Я, конечно, собирался на... Это вообще на агропром как-нибудь. Ну, блин. Ну, поросёнок-то интереснее. Ну что ж, отправляемся тогда на поиски. Ну что ж, поросёнок почти найден. Находится он среди... Ну, как среди... Около этих трёх больших камней. Где точно у каждого... Он располагается по-разному, но у меня располагается вот здесь. Так, теперь что тут надо? Почухать за ушком. Больше чухать его за ушком. И теперь давайте доведём поросёнка до мамаши. Прикольно. Интересно. Самое главное, нельзя от него уходить больше, чем на 15 метров. Поэтому... Надо как-то вот так вот очень внимательно всё делать. Чтоб на него никто не напал, не ранил, не убил. И в то же время, чтоб далеко мы от него не уходили. Так, так, так. Снорошники, конечно. Блин, поросёнку вообще пофигу. Он идёт сквозь аномалии. Ну я-то, блин, не мутант. Блин, поросёнок. О, радиация ещё хапнули. Нормально. О, снороши нас потеряли. Так, вот до креста дошли. Ну что, крест, он дальше сам дойдёт или... Так, ну не через косёр же ты пойдёшь. А, вон, дальше побежал. Так, он горит. Это нормально вообще? Это... Это легально? Так, куда ты? А, вот где. Ладно, не буду кушать. Немножко поголодаю, но поросёнка доведу. Поросёнок это святое. Так, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ну что, мамаша? Радуйся. Привёл я твоего поросёночка. Слушай, а прикольно он, однако. Маленький такой кабанец. Классно. Не каждый день такое увидишь. Ну хотя мы в зоне, как-никак. Вот, руб. Что, охренели, что ли? Всё. Ой, и правда. Так, 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 так. Ой. Это вообще... Как? Да блин, беги. Товарищ, брат. Умор уже сейчас. Блин, а вообще кто это такие? Что они творят? Крест спасай, выручай. Да вы чё, охренели что ли? Блин. Твоё-моё, крест. Ну спаси ты меня. Короче, залезаем на камень. Пускай крест выбирается сам. Сам. Всё время мне его надо перекусить. А то я... Всё раз голоду поверю. Ещё бы мне его не мешало бы броника починить. Блин, ну вот. Какие-то гады. Очень такие... Опасные. Мы вылезаем оттуда. Блин, засели там. На креста вообще... А я мёдом помазу. О, готов. Уже двоих, да, приложили? Насколько они... Давай, выходи. Так. Убил что ли? Уже всё бьём. Блин, а кто это такие? Волки какие-то. Непонятные. Так. Где труп? Может... Какую-нибудь часть монстра заберу? Так, где тут ещё? Всё. Вроде всех убили. Ладно, хрен. Насколько я понял, части монстров с них выбить нельзя. И ладно. Семейка кабанов воссоединилась. Можешь спать спокойно. Никто больше тебе... Больше тебя никто не потревожит. Зашибись. Наконец-то высплюсь. Кабанчик возьмёшь... Ой, кабанчик. Карабинчик возьмёшь в качестве награды. Он очень хороший. Подобрал с трупа того бандита. Как раз подойдёт мочить... Крысоволков и прочую нечисть. Но не помешают. Увидимся. Карабин Росси. 90-ая. Неужели это то, про что я думаю? Блин. Слушайте, а классная вещь, однако. Блин, затестить бы его. Но, я на камне, на чем. Так, ничего. Из обвесов повесить нельзя. Карабин. 92-го года. Круто. Не, обязательно я его за... Это... Затестирую. И буду пока что... Его держать в рюкзаке. Мало ли что возьму, достану и... Покажу вам его в действии. Вот так вот. Ну что ж, теперь, наверное, отправлюсь на Агропром. И завершу дела, которые там... Недавно появились. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами. На Агропроме. Итак. Я уже на Агропроме. И сейчас я вам покажу один из тайников кости. Который находится на Агропроме. Тайник на Агропроме в районе обитания кошек в кусту. И, как можно заметить, он находится вот в этом месте. Сам тайник располагается вот здесь вот. Вот он. И что тут? ПДА? Одна... На ПДА одна цифра семь. Автечка, противопехотные мины, изоморф, эмбрион, дикого кота и препараты. Забираем. И появляемся в очень интересном месте. О, мухомор. Так, и где ж мы очутились? Очутились мы вот здесь. Награда за достижение. Кстати говоря, давайте посмотрим, найду ли я эту награду или нет. Одну награду я не нашел, а вот... Вот эту вот вторую попробую сейчас. А хотя нет, стоп, я же тогда нашел ее. Так, ребят, у меня постепенно убивает. Обыскать. О, хорош тайник, однако наш. Радиации тут, конечно, вообще немерено. Бонусных таких-то никак, я привык уже замечать это. Есть всегда баллон с огнесмесью, патроны для шрапнели, патроны для винтовки, и все так по мелочи. Ну что ж, теперь давайте отправимся, наверное, в подземелье Агропрома. буду тестить свое новое оружие, карабин Росси-92, и заодно достанем туда Макса Любера. Вот так вот. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами в подземелье. Ну что ж, я уже в подземелье, и давайте расправимся с этими недоброжелателями. Так, лучше, конечно, фонаричек включить, а то не видно ничего. заходите вы уже быстрее. Да, бля. Что вы так быстро ходите там? Что-то у меня реакция не какой. Ладно, гранат реакция получше. Немножко их там расшевелили. Чики в реке, в дамке. Ох, ты же, балет, с одного выстрела убивает. Чуваков даже вегде. Обалдеть. Ну где-то там. На амбразуре что ли? Ну вот тут заминка вышла небольшая. Ладно. Продолжаем на амбразуру лезть. Да, блин, то вверху, то внизу. Определитесь. Ну вот куда ты вылезешь, гад. Все-таки масляну поймал. Ну а как ты думал, это же винчестер 92-го года. Сейчас попрут, наверное. Обычно, когда перезаряжаешься, они только так и лезут. Так, аккуратно. Может, гранатку вам туда... Может, гранатку вам туда все-таки пульнуть. Не желаете, не? Поверь. О, хорошо. Хорошо, так как она зашла. Так, топает, топает. Ой, где-то. Не, я отсюда не вылезу, ты что? Еще выскочишь, на меня убьешь. Ненароку. А, и ладно, попробую. Рискну. Так, дверь чуть проигрыша моим не закончилась. Так, возвращаемся в каюту. Засранец. Засранец. С дробовиком. Дуэль не увенчалась успехом. Блин, скоро сет. Ну, блин, это как-то слишком изи было. Поспешишь, трамплин поспешишь. Фенрер. Какие шуточки выдаёт интересные. Ладно, теперь возьмём дробовик, потому что сейчас начнётся самое интересное. Так, оттечечки эти хреново скинул. Ну, в принципе, у них тут обыскивает даже нечего, поэтому пойдём сразу. Как всегда, кровосось вылезет, ни свет, ни зря. Так, кушать хотим, покушаем сейчас. Так, так, ты что? Драться будешь? Ой! Ха-ха, как-то он так эффектно выступил. Не второй. Всё, да? Достаю. Да, эффектно вышли. Чересчур даже. Так, военные. Так, вот где военные тут у нас заживаются. Так, тут несколько этих военных. Блин, давайте тогда вояк сначала перебьём. Ох, тоже малианы. Ветераны даже тут. О, кстати. Ох, с чего надо мочить их. Отлично. есть кто-то как будто. Так. С одного выстрела. Блин, отличное оружие, однако. Так, вот сюда электричку не мешало бы. блядь. Блядь, вот ах, ты шьёп, то. Убить-то не убил никого. Так, а гранат нету, что ли? О, включаем, да. Теперь появилась одна. Ах, ты шьёп. Ах, ты шьёп готовы? Готовы, готовы, конечно же. Ладно. Придётся так с ними бороться. Эх же, не видно отсюда ни хрена. Ну и хрен с вами. Ну и сидите там, тухните. А я пошёл за КПК Макса Любера. Так, на всякий случай дробовик. Мало ли, кровосос какой-нибудь шальной выскочит, это будет неприятно. Так, аккуратно, чтобы в холодец не уляпаться. Так, 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 забрался. Так, проверяем, проверяем. Никого нету, ничего нету, всё отлично. А вот и КПК, то бишь ПДА. Ну что ж, а теперь иду искать тайник Кузнецова. Ну что ж, как и обещал, сейчас вам покажу тайник Кузнецова. По заданию сказано, что он должен находиться на трансформаторной будке. А трансформаторных будок на агропроме всего лишь две. Так, вот пока что не удаётся мне до тайника добраться, но сейчас покажу. Одна будка находится вот здесь, а вторая вот здесь. И на какой-то из них должен быть тайник. И вот сейчас я к этому тайнику подбираюсь. вот так. Вот так, вот так, вот так. Ещё чуть-чуть. Ой, блин, не получилось. Ладно, попытка не пытка. Тем более, вояки перебил, мешать нам никто не будет. И тут, кстати говоря, люди из спецназа ещё присутствовали. Да блин, да что ж такое. На самом начальном этапе застрял. Вот так, вот так. вот так. Всё. До тайничка почти добрались. Вот он. И что тут? Усиленная противопехотная мина, патроны, подствольный гранатомёт, глаз ворона хочу отметить. Это уже третий глаз ворона, который я нахожу и игральная карта. Стойником Кузнецова покончено и теперь как-то надо отсюда слезть. Можно ещё заняться квестом на поиск журналов. Кстати говоря, журнал полётов вертолётов. Вот так вот. Давайте я даже почитаю, что в этом задании надо сделать. Вот. Журналы полётов. Так, журнал должен храниться в сейфе в одном, в одной из казарм той базы. Что ж, давайте тогда заглянем, пока я здесь. Кстати говоря, сейчас я вам хочу ещё показать одну немаловажную вещь, которая потом нам позже по квесту пригодится. Это журнал Playboy, который вот здесь вот находится. Кстати, вот сейф ещё передачу. Но пустой. Так, какие-то... Аким, я на военной базе, здесь нет никакого журнала. Сейф скрыт и пуст. А ты никого не упустил? С базы нельзя выбраться скрытым путём. Под комплексом находятся старые туннели. Возможно, солдаты спустились туда, прихватив с собой секретные документы. Значит, твой путь лежит в катакомбе. Ты должен заполучить журналы любым способом. Действуй. Ну что ж. Опять придётся спускаться в катакомбы. В тот раз бороли с бандитами, а теперь будем с военными. Ну что ж. Встретимся опять-таки уже с вами в катакомбах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok